Саша Дубова Упражнение чередуют с играми. Они помогают укрепить командный дух. Это особенно важно, когда возраст у всех разный. Самым маленьким хоккеистам всего по 6 лет. Но на лед выйдут все вместе. Слэдж-хоккей – это спорт без границ. Мы съездили в Москву. Слэдж-хоккейной команде «Полярные волчата». Потренировались с ними, перенимали опыт тренировок, общались с их тренерским штабом. Соответственно, какие-то хитрости, так скажем, спортивные и хитрости подготовительного процесса они нам передали, за что им огромное спасибо. Чтобы начать заниматься слэдж-хоккеем, нужно просто записаться на занятия. В отличие от обычных спортивных секций, здесь большее внимание уделяется здоровью ребят. За каждым спортсменом тщательно наблюдают врачи. К сожалению, говорить о прорывах здесь не приходится с учетом тяжести состояния детей. Но прорыв – это эмоциональный, конечно же. Это дети раскрываются, это возможность им пообщаться друг с другом. Вот в этом их прорыв. Это социальная адаптация. «Мы создали этот проект совместно с правительством Ярославской области. Наши цели – создать детям команду, поддержку все-таки адаптивного спорта. И мы выбрали случайную дисциплину слэдж-хоккей, потому что Ярославль все-таки город хоккея. И каждый мальчик или девочка хочет быть спортсменом». Оплачивать дорогостоящими досмотры, экипировку и работу штаба помогают ведущие промышленные предприятия региона. Одно из таких расположено в Смебратове. Занимаются производством газоочистного оборудования. Решение о помощи приняли сразу, как узнали о появлении команды. «Хочется, чтобы дети как-то заулыбались. Хочется, чтобы почувствовали доброе отношение. Хочется, чтобы чуточку стали счастливее». Важность тандема инклюзивного спорта и бизнеса отметил в своих соцсетях и глава региона. «Благодарю социально ответственных предпринимателей за активное участие и помощь при формировании команды. Создание комфортной среды для разных людей – признак зрелости общества. Наша команда по следж-хоккею – шаг в этом направлении. Уверен, впереди ребят ждут большие победы». Уже с ноября ребята будут тренироваться два раза в неделю – на льду и в сухом зале. По словам тренера, на подготовку к первому матчу в рамках турнира или фестиваля уйдет примерно год. Иван Савинов, Алена Стецук, Георгий Иванов, Сергей Ватин. День в событиях.